Итог лабораторной работы. В театре на Таганке готовится к премьере. На малой сцене со дня на день покажет новый спектакль молодого режиссера Виктории Печерниковой. Это результат ее участия в проекте репетиции, своеобразной режиссерской лаборатории. В качестве основы своего опыта она взяла пьесу французского драматурга Жуэля Помра, известного своей страстью к переписыванию сказочных сюжетов. Так он переначал тексты Золушки и Пиноккио. Эта камерная и стильная сказка для взрослых родилась в голове нескольких женщин. Молодая режиссер Виктория Печерникова взяла современную трактовку известного народного сюжета «Красной шапочке» от Жуэля Помра и превратила в пластический, психологический и даже анимационный спектакль, от которого невозможно оторваться. Самой любимой игрой маленькой девочки была тогда мама ее ужасно пугала. Это случалось тогда, когда у мамы девочки было немного свободного времени, и она была в хорошем настроении. Мама изображала жуткого зверя. Почти весь текст пьесы звучит в аудиозаписи. Две актрисы здесь почти мимы. Я видела уже постановку самого Помра, и я думаю, у него же совсем по-другому все. У него как раз антитеатральность. А у нас, наоборот, театрально-театрально-театрально. Максимально условное существование, максимально сказочное, максимально, может быть, даже мультяшное, я бы так сказала. Мы вдохновлялись мультипликационными фильмами. Какими? Французскими, в том числе, и мультфильмами Тима Бертона. От красной шапочки здесь остался лишь алый берет, как символ взросления. Поначалу его носит мама, но вскоре ее дочь вырастает и отправляется в нем через лес к бабушке. Аллегория жизненного пути. Ну а волк здесь все наши страхи. От потери контроля над ребенком до страха старения. Заслуженная артистка Анастасия Колпикова играет и кокетку маму малышки, и встревоженную мать девицы переходного возраста, и бабушку. Юрий Петрович Любимов, мой учитель. Я 27 лет в этом театре работаю. В общем, основная часть жизни прошла под его оком. Он мне всегда давал очень жестких женщин. Жестких, сильных. Он все время говорил, ты идти в теле, я тебя воспитываю. И у меня первая, в общем, наверное, такая нежная женщина получилась. Спектакль нежный, тонкий, с десятками смыслов и подтекстов. И несмотря на такое камерное пространство, исключительно женский творческий коллектив, через час, говорят, в зале плачут и мужчины. Ирина Разумовская, Сергей Харламов, Новости культуры.